На протяжении нескольких лет нефтекамская епархия работает в направлении реабилитации нарко- и алкозависимых людей. В этом году, благодаря победе в конкурсе социальных проектов, был выигран президентский грант в размере 750 тысяч рублей. Господдержка была направлена на обустройство реабилитационного центра. В настоящее время в выделенном для этих целей городской администрации зданий большая часть ремонтных работ уже выполнена. В первую очередь мы поменяли кровлю, как и планировали. Второе – это демонтаж старого отопления, для того, чтобы можно было готовить к монтажу новому. Поменяли стеклопакеты все, утеплили стены, утеплили полы. И сейчас находится на стадии финишной отделки помещения. То есть это поклейка обоев, наклейка половой настенной плитки. Кроме этого, предстоит выполнить монтаж отопления. Но, как говорит руководитель центра, если бы пришлось полагаться только на грант, они бы и половины проделанного не смогли осуществить. Многие предприниматели города оказали неоценимую поддержку. Во многом благодаря этому работы продвигаются без отставания от графика. Открытие предварительно планировалось и остается также на 1 декабря. Пока строки не сдвигаются. И все это благодаря еще тому, что нам идут навстречу. Идут навстречу, то есть многие предприниматели, директора, которые нам делают хорошие скидки, каким-то материалом так помогают. Задача создаваемого центра – помочь оступившимся в свое время людям, от которых отвернулось общество и родные, встать на путь исправления. Центр рассчитан на постоянное проживание до 8 человек. В процессе реабилитации, которая будет длиться от 3 до 6 месяцев, нуждающиеся будут получать кровь, пищу и социальные услуги. Центр ориентирован не только для людей, которые, так скажем, просто столкнулись с проблемой, но еще мы можем помогать тем, кто оказался без крови. И также те, кто пришел из мест заключения свободы. И кому охота поменять свою жизнь, но без некоторых условий, таких как жилье, еще какие-то вещи, то есть документы, они, естественно, сделать этого не могут. Но, как отмечает Дмитрий Сергеевич, пребывание в центре будет исключительно добровольным. То есть это предполагает, что человек должен сам захотеть изменить свою жизнь, судьбу. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».